11.06 в Кирове. Программа «Дневный разворот» в эфире. В студии Дарьи Дубузлиева и Анна Лапшина. Всем доброго дня. Мы сегодня работаем два часа. Работаем в прямом эфире. Номер для ваших телефонных сообщений 211-101. А Дарья сейчас озвучит еще механизмы связи со студией. Да, вы нам можете написать в вайбер, в вазап или даже отправить по старинке смс на телефон 8909-720-101. Два часа, две темы у нас. После 12 будем говорить о развитии регионального туризма и о том, как на него, на это развитие повлияло закрытие заграниц. Стало ли больше желающих путешествовать по своей области, по соседним областям. Помимо наших руководителей Центра развития туризма будут у нас на связи еще представители Удмуртии и Пермского края. Ты просто так сказала, я подумала, появились ли еще желающие путешествовать, кроме представителей Центра туризма. Нет, я хотела сказать другое. Появилось ли больше желающих вообще среди кировчан. Может быть, в Кировскую область приезжает значительное количество иногородних, а мы просто пока об этом не знаем. Но в первом части тема у нас более серьезная. Мы говорим сегодня о, во-первых, в очередной раз мы говорим сегодня о деле Сергея Чурина, бывшего главы Фальонского района. Во-вторых, мы коснемся гуманизации уголовно-процессуального законодательства. С нашей гостью мы эти темы будем обсуждать. Наталья Костина, руководитель уголовной практики Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры. Адвокат Наталья, здравствуйте. Да, добрый день. Ну, во-первых, по Сергею Чурину. В конце июля была информация о том, что 6-й Кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе оправдательный приговор Кировского областного суда. Да, все верно. Давайте просто историю вопроса немножко напомним. Давайте, да. То есть у нас Сергей Сергеевич был оправдан в июле 2019 года. Опять же, Кировский областной суд его оправдал. Было подано касационное представление, касационные жалобы. 6-й Кассационный суд в феврале месяце отменил оправдательный приговор, вернул на новое рассмотрение дело в Кировский областной суд. Кировский областной суд снова вынес оправдательный приговор. То есть это второй оправдательный приговор по одному делу. Мне кажется, это большая редкость. Ну и вот в конце июля Наконец-то 6-й кассационный суд Оставил в силе оправдательный приговор То есть засилил его Наталья, это вообще последняя Точка уже в деле или еще нет? Я очень надеюсь, что это точка Мне просто интересно Прокуратуре не надоело тратить Средства бюджетные? Нет? Прокуратура же кассационная Жалоба подает Да, безусловно прокуратура Но они потратили пока только свое время Ну как, все-таки У нас ведь все эти На бюджетном обеспечении Они же на бюджетном обеспечении То есть это все и время и деньги И деньги, да, это безусловно так Мы считаем, что не исключен вариант Направления представления прокуратуры Верховный суд То есть такое тоже возможно Это возможно теоретически Но в общем оправдательный переговор Вступил в силу еще в марте И на данный момент он оставлен без изменений Так, я просто немножко Историю вопроса напомню Да, по Сергею Чурину Сергей Сергеевич Он работал главой Фаленского района И главой поселения Там два эпизода у нас Вот, и обвиняли его Как раз вот по двум эпизодам Первая это история Ну вот просто на человеческий язык переводя Да, это перекладка участка гнилой трубы Да, и второй эпизод Это по-моему Переселение гражданина Да, переселение гражданина Из ветхого жилья Гражданину выдавалась квартира Площадью там почти на 20, по-моему Метров больше, чем у него имеется жилье И Сергей Чурин попросил этого самого гражданина Оплатить один квадратный метр Стоимость одного квадратного метра В бюджет Фаленского поселения Вот И собственно говоря А там, по-моему, я не помню Мы тогда по сумме разбирались 13 тысяч 200 рублей Вот 13 тысяч 200 рублей Нервы мотают всем На протяжении уже Более двух лет Более двух лет Вот так Я прошу прощения Вот по этой квартире Это вообще что было? В чем его обвиняли? Существовала программа переселения Гражданин переселялся из квартиры Ему предоставили жилье Большей площадью Предоставление жилья Большей площадью В бюджет Заложено не было То есть бюджетные деньги Не выделялись На дополнительные метры И бухгалтерия числила задолженность Причем гражданин был Не просто там Квартира съемщик Да, у него не соцнайм был Он был собственник То есть собственнику дают больше За счет бюджета Причем существенно Бухгалтерия числит за ним задолженность Сообщает главе поселения о том Что у гражданина задолженность Глава встречает на улице гражданина Говорит у вас задолженность Он платит И через получается сколько? 6-7 лет Это превращается в уголовное дело То есть он пожаловался потом Что с него Значит вот эту оплату За один квадратный метр взяли То есть человек получил 20 метров Бесплатно квадратных Ну дополнительной площади Да И пожаловался на то Что за один из этих 20 метров С него попросили деньги Внести в бюджет района То есть не себе А в бюджет Нет, я поняла Вот эта статья-то в итоге Какая ему вменялась? Превышение должностных полномочий Превышение должностных полномочий А по трубам там тоже была Интересная история То же самое То же самое То же часть 2-я 286-й Да, это тоже превышение Должностных полномочий По мнению гособвинения Чурин Сергей Сергеевич Дал указание о выводе Котельной из эксплуатации К чему он не имел Никакого отношения Никаких полномочий В области этой котельной Ну вот обвинение В суде не подтвердилось И еще к тому же Помимо вывода Котельной из эксплуатации Там был участок Труп перенесен Ну я вот правда не знаю Вообще в принципе Там в уголовной практике Как-то сотрудничаете С прокуратурой Сотрудничать там Не в том плане Чтобы договориться А в том плане Чтобы понимать Логику действий вообще То есть они упорствуют По какой причине? Вот этого не могу сказать Могу сказать Что много жалоб Было подано В районную прокуратуру В областную прокуратуру То есть я И еще один адвокат Да, участвовавший в деле Это Оксана Мамедова Мы жалобы подавали Никаких в общем-то Ответов на эти жалобы Мы не получили Кроме ответов Что все хорошо Все законно Будем разбираться в суде То есть до суда Мы предпринимали попытки Прекратить это дело То есть ну По логике вот Ну просто по-человечески даже Да, вот на протяжении Этих двух лет Наверное Были же способы Просто сесть за стол переговоров Ну и понять Что вот эти вот поводы Которые вменялись Да, прокуратуры Они не настолько значительные Чтобы больше двух лет Тратить время Там до силы Сотрудников прокуратуры Силы адвокатов Нервы Там Сергея Чурина Условно говоря На моей практике Это честно говоря Редкие случаи Когда с прокурором Можно сесть за стол переговоров А, то есть Не получается Нет Обычно Если там дело возбуждается Да, в зависимости от того Кто его ведет Там следствие Дознание Следственный комитет полиции То есть мы разговариваем С правоохранителями С надзирающими На тот момент Органами мы не разговариваем А когда дело передается в суд Уже Мы оппоненты в суде Поэтому То есть там уже запрещено это все Там не запрещено Просто поздно А смотрите Насколько это дело Вообще вот в контексте Всех тех дел Которые Ну достаточно часто заводятся Да, на местах Я помню Эту сумасшедшую историю С ноутбуком Который Подарили Да Потом тоже человек Обвинили в том Что он взятку Получил этим ноутбуком И Нет, это часто довольно бывает У нас вообще в последнее время Мы, по-моему, с Натальей Даже разбирались Да, там последний год Два-три Довольно часто против Муниципальных служащих Расстрельное местное самоуправление Просто У нас ведется борьба с коррупцией Есть определенная статистика Коррупцию надо выявлять Как правило Она носит скрытый Латентный характер Ну вот Выявляем Расследуем Трубами, квартирами, ноутбуками Не квартирами А квадратными метрами Оплаченные в бюджет Наталья, скажите, пожалуйста Вы В кассационной инстанции Когда были Вы с коллегами Там как-то обсуждали Это дело Ну просто Ну правда Не очень понятно Упорство прокуратуры В этом вопросе С коллегами с какими? Ну не знаю То есть там другие адвокаты Присутствуют Они по своим делам А ну понятно Это не принято Кроме того Судебные приставы Там ограничивают Возможность близкого общения Просят нас соблюдать дистанцию И не переговариваться Потому что из разных субъектов Все Коронавирус же еще Он помешал в этом смысле Понятно Ну вот Эта история Конечно Не знаю Мне кажется Она уникальная какая-то Ну для меня Точно уникальная Потому что Это единственное дело По которому Вынесем Два оправдательных приговора Сейчас Что происходит Вообще С Сергеем Чуриным Да Я насколько помню Вот он После После там первого По-моему Да Оправдательного приговора Он был в нашей студии Тогда мы ему задавали вопрос По поводу того Готов ли он вообще Сейчас думать О какой-то там Муниципальной Да Службе Потому что Изначально-то ведь Он говорил о том Что он пошел туда работать Потому что ему хотелось Что-то хорошее сделать Там да Для односельчан Ну потому что Наверное Да Это его призвание О его дальнейших планах Наверное У него стоит спросить А я могу рассказать Что дальше последует За Оправдательный приговор То есть восстановление Там в должности Оно предусмотрено ли Вот Нет Он уволился сам По собственному желанию По сути В связи с реабилитацией Значит Чурин Сергей Сергеевич В настоящее время Дополнительно За счет казны Российской Федерации Взыскал расходы Связанные с оказанием Юрпомощи В суде Кассационной инстанции При отмене Первого Оправдательного приговора Расходы По оказанию услуг В суде Второй инстанции При вынесении Второго Оправдательного приговора И по последней Кассации тоже А вы говорите Нет денег Вот пожалуйста Это немного Да Другая история Вот Постановление Пока у нас Это в силу не вступило На сегодняшний день Мы конечно очень рады Что смогли создать Практику Оправдания доверителей По статье 285 Злоупотребление Должностными полномочиями По статье 286 Превышение Должностными полномочиями Мы будем рады Если эти приговоры Помогут другим адвокатам Добиться оправдания Своих доверителей Но лучше все же Научиться Не доводить Такие дела До суда вообще И про Один неприятный нюанс Я бы хотела Рассказать В этом деле Который все же беспокоит И меня и Сергей Беспокоит До настоящего времени Сергей Чурин Не получил Официального извинения Прокурора Прокурор района Должен принести Извинения От имени государства За незаконное Уголовное преследование Это требование Уголовно-процессуального кодекса Кроме того Есть приказ Генеральной прокуратуры Который указывает На сроки То есть это Как правило Месячный срок В ходе рассмотрения Зуевским районным судом Вот заявление О компенсации Имущественного ущерба Это уже после касации У нас было В начале августа Один из сотрудников прокуратуры Который участвовал В процессе Он нам сообщил Что извинения Направлены В апреле 2020 года Почтой России Простым письмом И уж Если мы его не получили То это не вопрос К прокуратуре Это вопрос К почте России Так, подождите А вот можно я уточню В Фаленках Отправлялось Это письмо То есть Да Сергей Сергеевич Проживает в Фаленках Письмо простое Отправлялось в Фаленках Отправлялось дважды Потому что было Два оправдательных приговора И ни одно из писем Для Сергея Сергеевича Не дошло То есть из Фаленок Вероятно Я предполагаю Это письмо увезли Куда-нибудь Во Владивосток В сортировочный центр И там наверное В момент сортировки Потеряли просто Вот эти оба письма Ну то есть Вот из Фаленок В Фаленки И письма вообще Как ходят по Фаленкам Насколько долго В течение 24 часов Они вручаются Получателям Обычно Как правило Да То есть у нас Ни одно из писем У суда не потерялось Но к сожалению Они как-то может быть Визируются Можно посмотреть Оно действительно ушло Вот мы сейчас Все предусмотренные Законом Меры предпринимаем К проверке Этих фактов Ну и как-то будем Конечно на это На все реагировать Слушайте Ну это выглядит Как-то вообще Уже по детски Это детский сад Какой-то Наталья Ну я не могу Откомментировать Здесь в данном случае Работу прокуратуры Может быть действительно Они дважды отправили Простые письма А в какой форме То есть они обязательно Должны сделать это В письменной форме Они не могут Там человека Условно говоря Там пригласить Да На прием Не на прием К себе Да И лично Принести извинения Или такая Можно и так Можно в средствах Массовой информации Разместить информацию О принесении извинений Бывали случаи Когда адвокаты Обязывают прокурора Выступить в СМИ С публичным извинением То есть вот Варианты возможны То есть это не просто Какая-то там Юридическая Как это назвать Конструкция Да Которую можно В любое письмо запихать То есть это вещь Которая должна быть сделана Просто потому что Мне кажется У нас оправдательный приговор Бывает настолько редко Что я вот вообще Даже не знала о том Что в случае Оправдательного приговора Должны быть Принесены какие-то Извинения Конечно Я хочу сказать По практике Да Что с этим сложности Возникают постоянно С извинениями прокуратуры Почему-то возникают сложности Не только у меня Не только в нашем субъекте Наверное потому что В прокуратуре очень редко Приходится извиняться Может быть поэтому Я просто про это Вот Нет ну я понимаю Когда тебе надо В глаза человека Человеку глядит Да Ой слушайте Вот я вспоминаю фильм Место встречи изменить Нельзя да Там тоже было Сложно Жеглову признаться В том что Они были неправы Вот Когда глаза в глаза Тут я понимаю Еще сложно А бумагу-то Официальную Написать Какие проблемы Ну я О чем и говорю Что возможно Она была написана Но к сожалению Фаленская почта Не донесла Сейчас вот Фаленская почта Сейчас Фаленская почта Куда не донесла Мы все время доносим У нас все хорошо Скажет Фаленская почта Но на самом деле Конечно Я еще хотела уточнить А прокурор Вот тот же самый Да Фаленка сейчас В настоящее время Да Насколько я знаю Тот же самый Который возбуждал дело В свое время Да То есть он работает Понятно Я думаю Что все еще и знакомы Кроме прочего Между собой Наверное Фаленки Не настолько Фаленки Словно знакомы Да А это извинение Может носить Какой-то неофициальный характер То есть если они Встретятся на улице Пожать друг другу руку Нет Думаю что нет Это все равно Или личная беседа С гражданином Должна быть Или это какой-то Как правило Это письменный документ А в случае Если письмо Это не дойдет То что будет Чем-то грозит Это прокуратуре Сергей Чурин Планирует добиваться Того Чтобы эти извинения Были принесены Я думаю что да Вот я о чем и говорю Что мы сейчас Предусмотренные законом Меры предпринимаем То есть будем выяснять Куда делись Эти два письма Кто их потерял Где эти извинения Как они выглядели И были ли они Вообще принесены А вот компенсация Которая в случае Оправдательного приговора Она назначается всегда Ну то есть априори Или ее тоже нужно добиваться Компенсация морального вреда Ну и издержки судебные И имущество Да Это отдельное заявление То есть мы идем в суд В уголовный суд Да в данном случае В Зуевске мы ходили За имущественной реабилитацией За компенсацией Сдержек на адвокатов Командировки Там и так далее И тому подобное Дело по компенсации Морального вреда Оно еще предстоит нам Ага То есть вы запускаете Тоже этот процесс Ну да Он запущен уже В принципе По-моему прокуратурой Или Минфином Сколько реально вообще Вот Правильно сказать Выиграть Цифры очень разные Да Все зависит от Сроков уголовного преследования То есть А влияет ли то Что вот два оправдательных приговора То есть можно Можно ли запустить Большую сумму Можно ли это упирать И говорить что Я думаю что нет Не влияет Но в данном случае Срок то уголовного преследования Увеличивается Наталья по вашей оценке Вот какая сумма Здесь реально Ну вот в качестве компенсации Не знаю Мы адвокаты обычно не гадаем Нет Я понимаю что Будет решать суд конечно Да Но вы все равно Какую-то сумму Ну вменяемую будете Там рекомендовать Сергею Сергеевичу заявить Что да Вот если ты заявишь Например Если вы заявите Такую-то сумму Да То суд может рассмотреть Если какие-то заоблачные цифры То понятно Скажет нет Нет Мы всегда просим По любому доверителю Просим немало И там уже Субъективный подход суда То есть от всех обстоятельств Дело зависит Ну вот почему-то обычно Когда читаешь новости Когда какой-то моральный ущерб Удалось обсудить Отсудить Это всегда какие-то такие Не очень большие цифры Ну могу сказать Что в этом деле это не так Если Сергей Сергеевич Разрешение мне даст Я потом вам расскажу Как у нас компенсация Морального вреда Вот это вот дело Как оно придет Да и еще последний момент Я все-таки уточню Вот эта история С возмещением Во-первых Материальных издержек Да Связанных с процессами И история с компенсацией Морального вреда Компенсируется это все Из чьего бюджета Из бюджета Российской Федерации Это казна Российской Федерации То есть это не личный человек Который принимал решение Платит Или какой-то процент От этой суммы Нет А очень удобно Это подожди Ты имеешь ввиду Что прокурор Который инициировал Дело из своего кармана Я вообще считаю Нет вообще Практика регресса К правоохранителям Она существует Но когда доказано Не доказано умысло Да Когда доказано Привлечение Невиновного лица Заведомо Невиновного лица К уголовной ответственности Вот когда мы докажем Умысел правоохранителя Вот тогда мы сможем С него какие-то деньги получить Мне так кажется Что вот в этой ситуации Когда необоснованно Например Да Начинается преследование Какого-то человека Если бы Была вот эта практика Именно возмещение Собственного кармана То может быть Люди бы и подумали Лишний раз Да Тут видишь Мне кажется Достаточно сложно Доказать эту необоснованность Ну то есть Ты ведь можешь сказать всегда Но я думала Что он виновен Да Определенные факты Обстоятельства Они подтвердились То есть свидетели Что-то там подтвердили Экспертизами Там что-то установлено То есть как бы Заведомости Это здесь нет Не доказать Не доказать В общем Процесс Ну и тоже знаешь С другой стороны Если бы это было Очень распространено То мне кажется Мы могли бы получить Обратную ситуацию Когда надзорные органы Боялись бы Вообще в принципе Давать ход Каким-то делам Потому что Если ты думаешь Что потом тебя обвинять В том Что ты заведомо начал Дело В котором человек был Невиновен Потом платить За дрокармана Бюджет Возмещать Эти убытки Это да Это обратная сторона Медали Может быть не полностью Может быть процент какой-то Но чтобы просто он был Чтобы все равно Человек понимал Что он несет В том числе там Личную какую-то Финансовую материальную Ответственность за это Не знаю Сложно мне конечно Здесь судить Я просто вот Я честно Я упорства не понимаю В этом деле Ну потому что Мне кажется Это того не стоит Не настолько это Как бы громкие Какие-то Факты Такие да Случаи И самое-то главное Там личной выгоды Ты никакой Я не усматриваю Например И я насколько понимаю И в процессе Об этом тоже говорилось Причем даже На самых ранних Там да Вот этапах судебного рассмотрения Говорилось и признавалось Что личной выгоды Никакой не было Сергей Чурин Какой смысл Так упираться Вот мне непонятно Конечно до сих пор Статистика То есть надо Отработать статистику Я так понимаю Что это вот та самая Пресловутая Всем известная Получная система Расследование уголовных дел Время бежит Наверное Мы перейдем Да Мы должны переходить Я тоже хотела сказать Наталья Костина В нашей студии Руководитель уголовной практики Московской коллегии Адвокатов Яковлев Парнеры Гуманизация Уголовно-процессуального Законодательства Слово гуманизация Конечно вдохновляет Вот Мы будем говорить Сегодня о трех Ну как бы О трех направлениях Да Во-первых Направление Касающееся Беременных женщин Женщин Имеющих детей Особый Особый порядок Рассмотрения уголовных дел Для тяжких преступлений И расширение Иммунитета Уполномоченного По правам человека Если успеем Ну во-первых Давайте сначала Все-таки про мам Мам которые Как я понимаю Уже отбывают наказание Да Да Значит у нас 31 июля 2020 года Вступил в силу Федеральный закон Он внес изменения В статью 79 и 80 Уголовного кодекса Российской Федерации И предусмотрел Возможность Более раннего Условно-досрочного Освобождения И замена Неотбытой части Наказания Для беременных женщин И женщин Имеющих детей В возрасте 3 лет При этом дети Должны находиться В доме ребенка Исправительного учреждения То есть если они Вместе с матерью находятся Да Совершенно верно Если они в это время Под опекой родственников Или еще где-то Тогда нет Тогда нет И это касается Только дел По преступлениям Небольшой тяжести То есть это До 3 лет Лишения свободы До внесения изменений Такие женщины Могли получить Возможность Удой Или замены Неотбытой части При отбытии Не менее 1,3 срока Наказания Сейчас это 1,4 размер наказания То есть был год Словно говоря Был год Надо было год Отбыть наказание При максимальном Наказании 3 года Сейчас 9 месяцев То есть на 3 месяца Раньше мы можем Получить возможность Удой Или замены Неотбытой части Все таки Нетяжкие Вот эти преступления Это что за преступления Мы можем их характеризовать То есть это точно не наркотические статьи, точно не они, как я понимаю, там все-таки они квалифицируются. Не наркотические, не убийства, то есть, вот если рассуждать, кто подпадает под эту категорию, лично я полагаю, что это женщины-рецидивистки, то есть получить реальный срок, да, получить реальный срок за преступление небольшой тяжести, это еще надо постараться. Реальный срок грозит только, по сути, рецидивистам. То есть, если это повторный случай, условно? Или на условно, да, сроки? Ну, как это было? Непогашенной, неснятой судимости, да, предыдущей, то есть кто? Условный, условный срок в этот момент уже, да? Ну, это все та же самая, неснятая, непогашенная судимость и совершение преступления повторно. То есть, мне кажется, что это хронические неплательщицы алиментов, которые уже были привлечены к ответственности, что это женщины, совершающие кражи, вот это, на мой взгляд. То есть, в моем понимании, эти женщины оказались, по своей сути, в тяжелой жизненной ситуации, что дает нам это изменение, да, с чем оно связано, вместо одной трети, одна четверть. Ну, мне хотелось бы верить, что это не экономия бюджетных средств на содержание таких женщин и детей, а целенаправленная политика государства. И здесь еще мы вспоминаем изменения. Опять же, снова, 31 июля 2020 года. Изменения коснулись и у до несовершеннолетних преступников, то есть, те несовершеннолетние лица, которые были осуждены к лишению свободы. И сейчас, за тяжкое преступление несовершеннолетнему лицу или уже несовершеннолетнему отбывшему получается более одной, так, да, более одной трети срока за тяжкое уже преступление. То есть, это преступление до 10 лет, предусматривающее наказание до 10 лет лишения свободы. Сейчас он может освободиться по УДО, отбыв там одну треть срока. То есть, гуманизация коснулась, в том числе, несовершеннолетних преступников. То есть, женщины с детьми и беременны, и несовершеннолетних. И дети. Да. И дети. И дети, да, которые содержатся с матерями там. Ну, не совсем. Мне кажется, что эти изменения, они также связаны, в том числе, и с отсутствием в этом году амнистии, которую мы традиционно ждали в связи с 70-летием победы. А она вообще... Ее не будет или ее перенесли? Ну, какие-то законопроекты были внесены в Госдуму, насколько мне известно. Стадия рассмотрения неизвестна, но поскольку... Ну, день победы прошел, амнистии не было. Все, мне кажется, что ее же из-за коронавируса смысл какой переносить амнистию? Она же не сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке. Ну, ладно, ладно. А я вот не совсем понимаю, вот дома ребенка, да, которые при исправительных учреждениях, дети там оказываются, когда женщина родила ребенка, уже будучи в колонии, или... Или под следствием, например, она была в этот момент, да? В СИЗО, например, находилась, или как? Как там дети-то оказываются? Ну, то есть, явно же мама, например, уже имеющегося ребенка с собой его не везет туда. Ну, мне кажется... Или бывают такие случаи? Мне кажется, что бывают и такие случаи. Вот сейчас я вам точно механизм не расскажу. Всегда ли там в детский дом, не знаю, в интернат забирают ребенка, когда мама отбывает реальный срок. Не могу сказать. Мне кажется, что это может быть ситуацией, когда, например, он совсем маленький, когда мама еще кормит его, да, и ребенка там от груди, условно говоря, отрывать нельзя, и поэтому он помещается туда же, да, где-то вот поблизости. А вот иногда бывает, да, вот откладывают когда наказание из-за того, что есть несовершеннолетние дети. Отсрочка отбывания наказания, да. Но если она рецидивистка, как вы сказали, то есть эта отсрочка не работает, да? Да, чаще всего. Только для первых там, да, вот привлечения это действует. А если на тот момент ребенка не было, а появился он вот сейчас, то есть отсрочки тоже не будет? Отсрочки не будет. Приговор уже вступил в законную силу. Ясно. Ладно, давайте прервемся на рекламную паузу. Мы сейчас выясним какие-то спорные моменты в перерыве. Наталья Костина в нашей студии, руководитель уголовной практики Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры. Адвокат, мы говорим про гуманизацию уголовно-процессуального законодательства. В перерыве. Я в гуманистическом шоке пребываю, да, немного до сих пор. Дарю немного. Я просто не знала, что есть дома ребенка при исправительной системе. Есть огромное количество, кстати, документальных фильмов, снятых по этому поводу, про то, каким образом вообще эти дети растут в этих домах ребенка. И это, конечно, правда, тяжело смотреть на все, но, тем не менее, законодательство наше идет навстречу матерям, которые не совершили тяжких преступлений, да, и они имеют возможность раньше выйти на свободу, ну, и, соответственно, ребенка забрать, да, из этих учреждений тоже. Мы должны сейчас остановиться на особом порядке рассмотрения уголовных дел для тяжких преступлений. Отмена особого порядка. Причем отмена особого порядка — это гуманизация. Мне вот всегда казалось, что особый порядок — это, наоборот, хорошо для подсудимого. Вот сейчас, да, я вам расскажу, и мы со слушателями не обсуждали вопрос рассмотрения уголовных дел в общем и особом порядке. Сейчас я немножко вам проясню. Значит, это, как мне кажется, наиболее значимая для адвокатов поправка. Она коснулась статьи 314 Уголовно-процессуального кодекса. То есть сейчас, если человек обвиняется в умышленных тяжких преступлениях, то есть срок лишения свободы ему грозит до 10 лет, его дело будет рассматриваться по обычной процедуре. Процедура особого порядка рассмотрения дел остается возможной только для преступлений небольшой и средней тяжести. То есть преступлений, наказание по которым не превышает 3,5 лет, соответственно, и по всем неосторожным деяниям. Общий порядок судебного разбирательства заключается в возможности допроса потерпевших, свидетелей, экспертов, представления доказательств, исследования экспертных заключений и так далее. То есть это длинная процедура, и мы можем использовать весь механизм исследования всех видов доказательств. Особый порядок — это сокращенная судебная процедура. Для применения такой процедуры обвиняемый должен быть согласен с предъявленным обвинением. И при особом порядке считается, что вина человека полностью доказана, и разбираться нет смысла. То есть он говорит, да, я виноват. То есть спрашивают, согласны с предъявленным обвинением, согласны на рассмотрение дела в особом порядке. Человек говорит, да, и ему просто выносят приговор. То есть это один, одно, ну максимум два судебных заседания. А почему соглашаются... Как правило, человек в этот момент еле держится на ногах, да? Что-то типа того. Вот, да, смотрите, вот сейчас мы этого коснемся. Но если обвиняемый возражает, настаивает на своей невиновности, то суд обязан рассмотреть дело по обычной процедуре и изучить все доказательства досконально. Значит, в прошлом году суды рассмотрели в особом порядке 55% уголовных дел в отношении примерно полумиллиона человек. Подождите, то есть у нас больше половины дел, получается, рассматривается вот так? И эта цифра снизилась. Последний раз, когда в личной беседе с Пановым, да, с уполномоченным по правам человека, да, я разговаривала, он, конечно, выражал обеспокоенность тем, что у нас порядка 70% уголовных дел рассматриваются в особом порядке. Но это странно, да? То есть мы не исследуем доказательства, все признают вину, одно-два заседания, получили наказание, все хорошо, приговоры, как правило, не обжалуются. Приговор, вынесенный в особом порядке, обжалуется только по тяжести наказания. А, то есть только срок, можно скорректировать там условно, и все. Ну, в принципе, да. То есть адвокат видит, что... Сама виновность, она не подлежит оспариванию. Да. Ну, по идее, если суд видит, что вина не доказана, то он вправе оправдать и в особом порядке. Но, к сожалению, такое бывает не всегда. Ну, так вот, вернемся к статистике. Значит, 55% уголовных дел было рассмотрено в особом порядке, 16% уголовных дел в прошлом году были прекращены судом. Ну, полагаем, что, значит, обвинения были незначительными. То есть суд прекратил производство по делам. Вот именно по тем, которые в особом порядке, да? Да, да, от тех 55%. У нас возник вопрос, почему люди вообще соглашаются в таком случае на особый порядок рассмотрения дел? Я предполагаю, можно я предположу, как калитанский, да, что, возможно, им обещают 100 срок, наказание будет меньше. Это невозможно. Это законом так действительно и предусмотрено. То есть правоохранительные органы разъясняют, что наказание при проведении судебного разбирательства в особом порядке будет гарантировано меньше на одну треть от санкций, предусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации. Поскольку все подсудимые, там обвиняемые переживают за срок своего наказания, многие соглашаются на особый порядок. Ну и все знают статистику оправдательных приговоров в стране. Соответственно, ты соглашаешься на то, что у тебя наказание не будет две трети от санкции превышать. Ты понимаешь это. Второй момент. Почему обвиняемые соглашаются на особый порядок? У людей зачастую отсутствует денежное средство на адвоката по соглашению. В таком случае адвокат по назначению будет обеспечен государством. Издержки государства на адвоката взыскиваются с лица признанного виновным. То есть он должен компенсировать. Подождите, то есть за адвоката по назначению человек, который... В конечном итоге, в порядке исполнения приговора, он все равно оплачивает. Я была уверена, что адвокат по назначению это бесплатная совершенно история для человека. Да, на какое-то время это бесплатная история. И таким образом, я полагаю, что если бы уровень жизни людей, уровень доходов Российской Федерации был бы выше, то уменьшили людей, соглашались бы на особый порядок рассмотрения дел. Ну, то есть это своего рода получается давлением на подсудимого в какой-то мере? Давлением я имею в виду. Да, это давление. То есть признавай вину, я раскрываю дело, я получаю там, не знаю, раскрытую статистику, погоны, выслуги, премии. И гарантированно получаешь не больше двух третей от наказания, мы все довольны. Не больше двух третей от максимально возможного наказания. От максимально возможного наказания, да. То есть там санкции же бывают, например, условно, там от трех до пяти, вот не больше двух третей от пяти лет ты получишь. Гарантированно. Ну, вот здесь меня, правда, смущает тот момент, что ты ведь на самом-то деле можешь быть и невиновен, но тебе приходится соглашаться на эти условия, потому что, да, ты знаешь, что вероятность того, что тебя оправдают, она стремится к скольким там процентам, я не помню, к сожалению, по прошлому году. Я надеюсь, что статистика все-таки улучшается и растет, но ее не подводили. Что могу сказать, что наши слушатели должны знать, что общий или особый порядок практически на размер наказания никак не влияет. Люди не должны бояться рассматривать дело в общем порядке. При рассмотрении дела в общем порядке у суда есть больше возможностей оценить предъявленные обвинения, переквалифицировать, допустим, действия, да. У защиты есть больше возможностей привести доказательства, в том числе и собрать доказательства. То есть это важно. То есть шансы повышаются в общем порядке. В особом порядке шансов... То есть теперь особого порядка не будет вообще для этих дел? По тяжким, да. По тяжким преступлениям. По тяжким преступлениям у людей, которые обвиняются в тяжких преступлениях, есть больше возможностей либо доказать свою невиновность, либо доказать, ну там, я не знаю, представить какие-то доказательства, обстоятельств, возможно, которые могут на... Обвинения повлиять? Нет, можно делать в прокуратуру вернуть, можно по каким-то иным обстоятельствам его прекратить. То есть суд, у суда здесь полномочий больше. Так, у нас остается не так много времени. Пять минут, я думаю. Пять минут. Мы успеем или не успеем? Расширение института, расширение иммунитета уполномоченного по правам человека. Почему это важно? Ну, в моем понимании, значит, эти изменения коснулись статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Эта статья посвящена свидетелю. То есть у нас свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, которое вызвано для дачи показаний. За исключением случаев. И вот эти исключения. Теперь не подлежит допросу в качестве свидетеля уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации без их согласия об обстоятельствах, ставших им известными в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. То есть это свидетельский иммунитет, и он схож с тем свидетельским иммунитетом, который есть у адвокатов и священнослужителей. То есть граждане теперь смело могут обращаться к уполномоченным по правам человека, жаловаться на действия и бездействия УГУС-органов, правоохранительных органов, и гарантированно это их тайна, она дальше уполномоченного не уйдет. Если я, например, пытаюсь моделировать ситуацию к компетсмену и расскажу про какой-нибудь факт, когда меня вынудили дать взятку, то вы можете быть уверенным, что свидетелем в вашем или в чем-то, в вашем в данном случае уголовном деле он точно не будет. Так, подождите, все-таки он точно не будет, или он не будет, если он не хочет быть свидетелем? Я думаю, что он точно не будет. Точно не будет? Да. Он же уполномоченный. Ну, то есть, вот если у тебя есть необходимость сходить и рассказать о факте какого-то преступления, например, ставшем тебе известным, или о факте давления на тебя, или еще что-то, и вот ты приходишь, ты рассказываешь, ты понимаешь, что ты тут где-то тоже немножко накосячил, но вот твое вот это накосячил про него, уполномоченный по правам человека, в суде, в качестве свидетеля в процессе, рассказывать не будет. Да, и правоохранительным органам точно так же. И закон также сейчас устанавливает особый порядок возбуждения уголовных дел в отношении региональных уполномоченных по правам человека, аналогично, как и по адвокатам. То есть, только лично руководитель следственного органа, следственного комитета будет принимать решение о возбуждении дел в отношении этой категории лиц. Ну, вот я, честно говоря, не припомню, у нас были вообще в России случаи, когда привлекали уполномоченных по правам человека к ответственности? Не знаю, даже не могу вам статистику перевести, но, на мой взгляд, расширение свидетельского иммунитета — это возможность гражданам шире защищать свои права. То есть, использовать больше возможностей для защиты своих прав и интересов. Просто мне всегда казалось, что такие вот вещи, они принимаются с оглядкой на какие-то произошедшие. Ну, то есть, грубо говоря, произошла какая-то ситуация, да, и стало понятно, что вот здесь необходимо скорректировать. Может быть, не сама ситуация произошла, а может быть, попытки создания таких ситуаций происходили, и какая-то законодательная инициатива, да, появилась, и вот она воплотилась в изменении статьи 56-й по свидетелю. Общались ли уже с нашим амбудсменом на эту тему? С новым — нет. С предыдущим общались, но по другим вопросам. Галина Буркова у нас сейчас уполномоченный по правам человека, я напомню, да, бывший председатель социального комитета законодательного собрания. Спасибо большое, Наталья Костина, руководитель уголовной практики Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнёры, адвокат. Первый час дневного разворота на этом завершается. Я ещё слушателям напомню, да, что во втором часе мы будем говорить о региональном туризме, и вот здесь, наверное, прям звоните, пишите. 211-101 и 8-909-720-101-0. Возможно, вы планируете как раз в данный момент путешествие по нашей области. Между прочим, нам расскажут про туристический кэшбэк, который в Кировской области всё-таки будет. Да, он будет во всех регионах. Ну, это совсем другая история. В 12.06 встретимся.